Эх, мания опять отмочила. Официальный представитель МИД Мария Захарова на фоне кризиса в отношениях между Россией и Великобританией из-за отравления в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери назвала официальный Лондон мировым рекордсменом по геноциду и возложила на него ответственность за причастность к убийству даже Григория Распутина в 1916 году. В качестве примеров геноцидов Захарова привела целый список, наверное, не один час просидела, собирая всю эту муру в кучу. Итак, британцы виноваты, оказывается, в уничтожении 95% аборигенов Австралии во время колонизации. Помимо этого, она заявила о причастности Лондона к гибели российского императора Павла I, политического лидера Конго Патрисы Лумумбы. Вы не ошибаетесь, это все в одном единственном выступлении. Дальше она сказала, что англичане осуществляли геноцид зулусов в Капской колонии, геноцид народа Кукуя в Кении. обвинила, что англичане травили наркотиками китайцев. Вообще, по мнению Мани Захаровой, первые концентрационные лагеря были созданы англичанами. И вот она решила им все припомнить, все в одном выступлении. Страшно представить, сколько миллионов ни в чем не повинных людей было уничтожено в колониях Британии. Одним из первых в мировой истории концлагеря использовали против мирного населения британские войска в ходе Англо-Бурской войны. Столетия прошли, ничего не изменилось. А заключенных стали называть гостями британского правительства. Ну это вообще, конечно. Британские власти активно прибегали к использованию химического оружия с целью подавления восстания арабов в Месопотамии. А причастность британских властей к убийству Григория Распутина утверждали и исследователи истории, например, Скотланд-Ярда. Кстати, аналогичные версии есть и в отношении убийства Павла Первого. Сколько же натерпелась от представителей Великобритании одна только Индия? Британия неоднократно провоцировала голод в Индии, в результате которого погибло от 15 до 29 миллионов человек. Британский рост на протяжении 200 лет финансировался за счет грабежа этой страны. Поиздевались власти Великобритании в разные периоды и над Африкой. В России примерно 13 миллионов человек было вывезено англичанами с этого континента в качестве рабов. Количество погибших при этом в 3-4 раза было больше количества вывезенных. Наверное, стоит вспомнить и печально известные опиумные войны. По сути, Лондон на протяжении десятилетий травил граждан Китая наркотиками. Досталось от британских властей и грекам. Ну и все это, конечно, снабжено самой циничной ложью, которую можно было предположить. Думали, что русские что-то ответят, но не думали, что уж в такой извращенной форме. Итак, по их словам, на освобожденных территориях Восточной Гуты, Каме, были обнаружены контейнеры с хлором из Германии, а также дымовые шашки производством из города. Внимание, Солсбери, Великобритания. То есть, понятное дело, в Солсбери возмущается, что у них там применяют смертельные яды для уничтожения их граждан. Ну, нужно обвинить Солсбери, что они где-то там свои шашки дымовые расположили, именно там, где произошла химатака. Понимаете, так сказать, одним ударом отмести и эти подозрения в адрес России и другие. Название британского города Солсбери сегодня прозвучало в новом контексте. В том, какого не ждали. Начну издалека. В Сирии, в районе, который еще недавно контролировали террористы, обнаружен груз химикатов. В том числе, как сообщила на брифинге официальный представитель нашего МИДа Мария Захарова, найдены контейнеры с хлором и еще неожиданно дымовые шашки из того самого Солсбери. Там действительно есть военное производство, в ассортименте продукции которого и пиротехнические средства для армии. В освобожденных территориях Восточного года с сирийскими правительственными войсками обнаружены контейнеры с хлором, самым страшным видом химического оружия из Германии, а также дымовые шашки производством из города, внимание, Солсбери, Великобритания. Ну, теперь я думаю, что все знают, где находится город Солсбери. Этот факт даже сложно каким-то образом комментировать. Настолько он страшающий и подрывающий веру в человечность, отдельных государств. Мы, конечно, говорим не о целом государстве, мы говорим о тех политиках и руководителях, которые отдают подобные приказы и принимают подобные решения. Как правильно кто-то заметил, вы недооцениваете Маньку. Это такая тонкая тактика и направлена она для того, чтобы с Россией вообще перестали разговаривать. В мире или говорили как с душевнобольными. Ну, действительно, у всех сидящих в зале была запечатлена печать удивления и непонимания, что она несет. Вот они добиваются, чтобы с ними не то что не спорили, вообще не смотрели в их сторону, потому что ну как можно воспринимать этих людей. Благосфера шутит. Помимо убийства Григория Распутина и Павла I, англичане также зарезали царевича Дмитрия, отравили Александра Невского, убили сына Ивана Грозного в поезде Москва-Петербург, сожгли Козельск, представившись татарами, укусили вещего Олега, переодевшись змеей и черепом коня. Ты еще, англичанка, за все ответишь. Это официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова, не просто сбежавшая из сумасшедшего дома пациентка. Только вчера Россия утверждала, что вообще никакого газа не было. Сегодня хлор все-таки нашелся, но хлор немецкий, а что там еще Солсбери на нас гонит? Ну так давайте из Солсбери пишем в этот замечательный список. Одним словом, удивительно, что кокаин животворящий делает.